Продолжаем исследовать нижний район. Эти ребята меня давно интересовали. Давайте с ними поговорим. Это огромное создание достигает 9 футов высоту. Выпирающие мускулы поддерживают его мощный корпус. Он выглядит увлеченным разговором с двумя такими же созданиями. Приветствую. Он оборачивается на твое приветствие и начинает оглядываться. Наконец, смотрит вниз и замечает тебя. Выражение замешательства проступает на его лице. Что ты хочешь от Зорб? У меня есть несколько вопросов. Он сконфуженно смотрит на тебя и трясет головой. Зорб нехорошо говорить на твой речь. Ты должен говорить Сторб. Он указывает на создание рядом с ним. Ясно. Торб так Торб. И вот он. Торб выглядит так же, как и Зерб. Это создание искоса смотрит на тебя и посмеивается. Приветствую. Он смотрит на тебя сверху вниз и улыбается. Что ты хочешь, малыш? У меня есть несколько вопросов. У тебя вопрос. Возможно, у Торба ответ. Он улыбается тебе. Так, как ты говоришь, тебя зовут? Торб. Он мощно ударяет себя в широкую грудь. Торб. Он поднимает руки над головой и яростно потрясает кулаками. Могучий воин Торб. Все это около могучие воины. Он упирает руки в бока. Ты кто? Да я Аден. Он задумывается на минутку, потом кивает. Хорошее имя для малыша. Рад его слышать. Торбу нравится. Так у меня вопросы были. Что ты здесь делаешь? Он похохатывает и ухмыляется. Торб стой с друзьями. Он указывает на других Токола. Мы собираемся скрыть летучую ящерицу. Он испускает рык и начинает мерно колотить себя в грудь пудовыми кулаками. Ай, летучую ящерицу. Он трясет головой и начинает разминаться. Да, типа ящерица. Она летает. Он начинает махать руками, изображая движение крыльев. Внезапно он прекращает свое занятие и выжидающе таращится на тебя. А, ты имеешь ввиду дракона? Он мотает головой и выпрямляется во весь рост. Торб могуч, но не настолько. Когда-нибудь Торб хотел скрыть дракона. Он мечтательно смотрит куда-то вдаль. Но это не тот и... Так, если это не дракон, то что же это может быть? Торб не помнит, как Санте это называла. Он задумывается. Это ящерица ростом с Торба. Ходит на задних ногах с крыльями, с когтями, красного цвета. Она назвала это... Обещать. Он делает паузу, а потом пожимает плечами. А, я слышал о кое-чем, называемом Обещай. Ты это имел ввиду? Обдейт на мой журнал. Его глаза просветлели. Он одаряет тебя радостной улыбкой и кивает. Да, Обещай, летучая ящерица. Торб с друзьями сгрынет ее. Торб докажет, что он истинный воин. Ксантия примет извинения. Подожди, подожди. Какая Ксантия? Какие извинения? Торб привел друзей в таверну прошлой ночью. Торб сильно напился. Упал на стол Ксантии. Пролил напитки на нее. Он выглядит пристыженным. Ксантия сказала, что она не примет извинения, пока Торб не докажет, что он истинный воин. Итак, убив обещая, ты докажешь, что ты истинный воин. Он пожимает плечами. Торб не знает. Ксантия так сказала. Понятно. Так, что расскажешь о районе? Он смотрит мгновение на тебя, потом пожимает плечами. Торб не знает. Торб новенький здесь. Он наивно улыбается. Торб здесь для развлечения. Да-да-да-да. Ты собираешься убить обещая. Он улыбается и с энтузиазмом кивает. Именно. Торб с трусьями вскрыли от него. Понятно. Ты сказал, что вы собираетесь спиться с обещаем, значит. Он улыбается и повторяет. Именно-именно. Торб с трусьями его вскрыли от него. Как следует. Ну, смотри. Развлекайся. До встречи. Ты видишь симпатичную молодую женщину в дорогой одежде. На ее коже отсутствует желтый оттенок, присущий обитателям этих мест. Она, видимо, с интересом наблюдает за тремя ближайшими к ней созданиями. Приветствую. Она поворачивается к тебе лицом, и тень раздражения пробегает по ее лицу. Да? Что вам нужно? У меня есть несколько вопросов. Прекрасно. Она выглядит сердитой. А как вас зовут? Меня зовут Ксантия. Она глядывает тебя с ног до головы и нахмуривается. Тебе нужно что-то еще? Вопросы еще были. Что ты здесь делаешь? Здесь намечается драка. Я хочу полюбоваться на нее. Она нехорошо улыбается. Это должно быть интересно. Драка, говоришь? Ага. Видишь троих токола вон там? Она указывает на три неповоротливых существа с выступающими мускулами. Они собираются убивать Абишая. Она фыркает. Глупые уродцы. Я что-то слышал об Абишаях. Что это такое, говоришь? Это создание нижних планов. Я думаю, Бат и Зу. Она улыбается своим мыслям. В любом случае, у Абишаях злобный характер, острые когти, и они могут читать заклинания. Весьма опасные. Ну, токола выглядит вполне способными о себе позаботиться. Обычно, я бы сказала, да. Токола очень могучие воины. Она лукаво улыбается и переходит на шепот. Однако, я знаю кое-что, чего не знают они. И что же это? Лишь магия может повредить Абишай. Она хихикает. Токола будут просто разорваны. Я в этом не сомневаюсь. Она выпрямляется и напряженно смотрит на Токола. Откуда ты знаешь, что только магия может им повредить? Она награждает тебя раздраженным взглядом. Мой муж. Большая шишка в гармониуме. Стражи гармониума тренированы для боев даже с такими созданиями, как Абишай. Она вглядывается вдаль. Муж мне это рассказал. Почему ты не предупредишь-то этих ребят? А зачем мне это делать? Она злобно усмехается. Именно я посоветовала им драться. Да, и почему? Мой муж пытается улучшить свои отношения с подчиненными, напиваясь вместе с ними по крайным тавернам. Прошлым вечером он затащил меня на подобную акцию. Эти три уродца были там, хвастались своей воинской удалью. Естественно, они были выжираты до зеленых чертиков. Когда мы собрались уходить, один из них приподнялся и упал на стол, за которым я сидела. Она делает паузу. Продолжай. Она сердито хмурится. Большинство напитков на столе опрокинулось, и они пролились на мое дорогое вечернее платье. Так пока этот кретин пытался извиниться, я шепнула ему, что приму лишь извинения истинного воина. Мол, если он действительно столь могучий воин, то пусть победит Абишаев в ближнем бою. Ты обрекаешь их на гибель за то, что они испортили вечернее платье? Ты просто не понимаешь запутанности всей ситуации. Она смотрит на тебя, как на глупого ребенка. Я была поражена смиренностью моего мужа и его подчиненных. Она сердится. Понятно. А что о районе расскажешь? Ничего. Она с отращением оглядывается. Ну, спасибо тебе, Ксантия. Полезная информация. Ты видишь, что около Торпа. Он радостно смеется твоему появлению. Балыш, вернулся. Что тебе нужно, Торпа? Вопросы есть. Разговор, короче. Я тут, знаешь, говорил с Ксантией. Она сказала, что вы собираетесь биться с Абишаем. Да, да. Тор с друзьями сгрынет его. Так, слушай. Я знаю, что повредить Абишаю может только магическое оружие. Упдейтил мой журнал. Он обеспокоенно смотрит на тебя. Ну, нужна магия? Откуда ты знаешь? Так я поспрашивал вокруг Торпа. Так мне сказали люди. У Торпа нет магии. Его друзей нет магии. Мы умрем, если будем биться с Абишаем. Он вздыхает. Торп и истинный воин. Ксантия не примет извинений. Ты согласился рискнуть жизнью ради чести леди, Торп. Только истинный воин поступил бы так. Он безразлично смотрит на тебя. Потом его лицо озаряет широкая улыбка. Правда? Теперь Торп и его друзья истинные воины? Да. Считай, честь Ксантии сохранена, и она приняла твои извинения. Торп благодарит тебя. Ты спас жизнь. Ты спас жизнь друзьям. Он оборачивается к другим Токола и быстро обменивается с ними парой фраз. Спустя мгновение каждый из них протягивает тебе кошелек с монетами. О, спасибо, ребята. Тысяча, ничего себе. Он улыбается. Ты хороший друг. Ты достоин. Ну, мне пора идти. Прощай. Неплохо подзаработали. Дан. А ты кто? А, наверное, стоит поговорить с Ксантией. Сказать ей об этом. Ты видишь Ксантию. Ее взгляд наполнен ненавистью. Ты предупредил этих животных. Не так ли? Да, я сделал то, что счел правильным, дорогая. Она медленно кивает. Я не забуду этого оскорбления. Хорошего тебе дня. Она поворачивается и уходит. Сказать у дорога к Сантии. Так вот, тут еще какой-то Франт ходил. Ты видишь хорошо одетого человека средних лет. Кажется, он наметанным глазом осматривает толпу. Он замечает твое приближение и отвешивает быстрый поклон. Приветствую. Он улыбается и благосклонно кивает. Я Бирон Пикетт, ростовщик. Чем могу помочь? Ростовщик, говоришь? Он опять кивает. Да, я оказываю помощь купцам. Хочешь начать свое дело? Поддержать на плаву тонущий флот? Или может расширить бизнес? В любом из этих случаев можешь обращаться ко мне. Он осматривает тебя с ног до головы. Я сомневаюсь, что вы купец, сэр. Чем могу быть вам полезен? Так я купец. Он улыбнулся и на секунду отвел глаза. Торговец смертью, возможно. Но не тот торговец, с какими я ими делал. Он нахвырился. Если ты решил монополизировать мое время, то будь добр, подходи ближе к делу. Так, может, расскажешь о своем деле? Он нахмурился и покачал головой. Нет, я не вижу причин. Он осматривает тебя с ног до головы. Да господи, как вы все достали смотреть на меня. Ты точно не один из тех, с кем я бы начал вести дела. Я думаю, тебе стоит уйти. Он отводит взгляд. Все-таки вопросы есть у меня еще. Он вздохнул. Хорошо. Давай быстрее. Что это за место? Если ты имеешь в виду район вообще, то он называется Нижний район. Если ты имеешь в виду это конкретное место, то это открытый рынок. Что о Нижнем районе расскажешь? Он выглядит скучающим. Этот рынок для обычных людей. Он показывает вокруг себя. Оглянись вокруг, и ты увидишь все, что здесь можно увидеть. Ничего. Ничего интересного. Тогда зачем ты здесь? Он улыбнулся. Единственное дело, в котором преуспевают эти бедолаги, трата денег. Больше они не умеют ничего. Это дает им ощущение достижения чего-то в их бессмысленной жизни. Он замолчал и неприязненно посмотрел вокруг. Продолжай. Он пожал плечами. Там, где есть деньги, ты обязательно найдешь купцов и воров. Я даю купцам деньги, чтобы помочь им, он показывает вокруг, заработать так тяжело достающуюся им монету. Он улыбается. Ты упомянул о ворах. Кто дает им деньги? Не я. Он одарил тебя ценящим взглядом и улыбнулся. Почему ты спрашиваешь? Зови это любопытство. Он засмеялся. Такого рода любопытство может быть очень опасным. Даже смертельным при неосторожности. Он замолчал, чтобы взвесить свою следующую фразу, одновременно изучая тебя. Возможно, тебе стоит поговорить с Леней. Его обычно можно найти на юго-восточном конце рынка. Он снова замолчал. Скажи ему, что это я послал тебя. Хорошо. Спасибо, Пирон. И прощай. Дан. Юг здесь, восток здесь. Все, в общем-то, понятно. Все, в общем-то. Все, в общем-то. Я не могу. Я не могу. Ты видишь диковатого, молодого человека в поношенной одежде. Его глаза бегают, изучая окрестности. Он замечает тебя и начинает беспокойно следить за твоим приближением. Приветствую. Он осмотрел тебя с ног до головы и оглянулся. Взглянув снова на тебя, он злобно усмехается. Лучше бы у тебя была хорошая причина побеспокоить Леней, Пень. Так вопрос у меня есть, Леней. Он рассмеялся тебе в лицо. Я не проводник. Если есть вопросы, спроси кого-нибудь из них. Его улыбка становится шире. Лучше отвали, пока я тебе не пустил кровь. А что, если я скажу, что меня послал Пирон Пикетт? Улыбка исчезла с его лица, и он внимательно осмотрел тебя. Глаза его остановились на твоих шрамах, и он сглотнул. Он внезапно нахмурился. Похоже, что он нервничает. Пикетт послал тебя? Почему? Ну, он сказал, что ты можешь ответить мне на пару вопросов. Он нахмурился. Какие еще вопросы? Ты видишь, как он напрягся. Ну, воровскому делу мы учиться не хотим. Что ты можешь мне рассказать об этом районе, Лени? Именно за этим меня и послал Пикетт. Он осмотрелся и пожал плечами. Это нижний район. Дом простых людей. Жизнь здесь не такая отчаянная, как, скажем, Хайви, но и не такая малина, как в районе клерков. Он снова оглянулся. Что тут еще говорить? Что о Хайви скажешь? Он качает головой, а затем улыбается. Думаю, ты это назвал бы трущобами Сигела. Там живет море бедолаг, которым некуда больше отправиться, кроме как в книгу мертвых. Он остановился. Да больше тут сказать-то и нечего. А про клерков что скажешь? Он улыбнулся. Название все сказано, пень. Клерки, клерки, еще клерки. Если хочешь бумагу накатать или чтобы на тебя самого накатали бумаженцию, это то самое место, куда стоит пойти. Он пожал плечами. Больше нечего тут объяснять. Ладно, как скажешь. Счастливо. Интересное знакомство получилось. Посмотрим, куда оно нас приведет. Об этом мы узнаем в следующей серии.